Вы верите, как формировать картину мира мыслящему человеку? Ответ заключен в вопросе. Если ты мыслящий, то мысли. И на основании своих мыслей формируй картину мира. Другого не придумали. Я уже старичок, пенсионер, поэтому я как-то уже себе доверяю. Мне уже поднакопил своих мыслей, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что самое интересное в мышлении, когда ты меняешь мысли, меняешь точку зрения, меняешь ракурс. Но с годами я остеохондроз. Голова плохо поворачивается, трудно менять. И рад бы поменять, то трудно. Уже плохо вращается. Но с точки зрения СМИ, я доверяю каким-то элементарным сведениям, фактам, информациям. Стараюсь смотреть не на бесконечный сарказм, бесконечный гиперболы, бесконечный троллинг, бесконечные эмоции. Это дерьмо меня совершенно не занимает. Но так, как очень средняя развлекуха. Есть какая-то фактура, проверяемая фактура. Допустим, несколько изданий там говорят. Ну или какие-то очевидные факты. Ну там, допустим, бомбили Алеппо. Ну вот этот факт, который скрыть невозможно. Дальше начинается бесконечное. Кто бомбил? Мирных жителей, немирных жителей. Сколько погибло мирных жителей. Ну дальше начинаешь прикидывать, допустим, по реакции той стороны, в данном случае России, которая обвиняет. Похоже, что эти обвинения соответствуют или не похожи. Вот так и смотришь. Ну есть какие-то, более-менее, с моей точки зрения, объективные СМИ. Ну вот РБК, допустим, я так читаю, как информационный портал. Ну, кого там еще? Ну, газету «Ведомости» читаю, как более-менее, с моей точки зрения, относительно объективно. Ну а так, в общем, дальше уже, исходя из суммы своих предрассудков, пытаешься что-то понять. Продолжение следует...